Вот так вот, на вершине горы, с видом на Азовское море. Посмотрите, сколько ее... Экстремальный спуск, буду снимать. Вот тут ходили прям по берегу, его весь разнесло. Это прям нереально круто наблюдать вживую рождение нового вулкана. Вау, это же реально же настоящий грязевой вулкан. У вулкана было недавно большое извержение. Обрыв, блин, я же заикался, да, о чем? Непосредственно в кучу горы. Посмотрите, как отваливается берег для красивых видов с возвышенности. Озеро очень сильно напомнилось водой. Сколько воды она здесь стоит. Прямо все здание той базы, которая дальше находится, стоит на воде. Посмотрите, как близко подошло море. Посмотрите, какая чистейшая водичка. Несколько лет и все настолько сильно поменялось. Голубицкая. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Азаровский. И вам всем привет, Черноморский. Я вас сегодня приветствую с Азовского моря. И приглашаю посмотреть на три курорта. Это Голубицкая, Кучугуры, Пересепь. Ну и по пути мы заедем в еще интересные места. Надеюсь, что поездочка вам понравится. И я увижу вас в комментариях, в подписчиках. Буду абсолютно всем рад. Отвечаю на все комментарии. Задавайте свои вопросы и получите ответы. На самом подъезде к Голубицкой имеется вот такое место. Сырный дом называют. Сырное вино. Называется это место Коза Хутор. У меня на канале есть обзор на него. Обязательно посмотрите. Ссылочку для вас оставлю в описании. Место действительно привлекательное. Сырное там вкусное. Надпись Голубицкая и Чайка. Начинаем въезд в поселок и посмотрим на него с колес. Тут такие глобальные изменения. Смотрите, сколько разнообразных торговых помещений здесь появляется. Уже объявление о продаже. С правой стороны тоже здесь. Видно, всякие магазинчики появились. Ну и самое главное, что здесь есть на въезде, это заправка. Здесь у нас дизельная топлива 62-11, 92-53-34, 95-59-06 и сотка 7179. Луковиловская заправка. И с правой стороны есть агрокомплекс магазина. То есть без еды здесь не останьте. Чтобы выехать на центральный пляж, по поселку надо проехать прямо. Но мы обзор сегодня с вами начнем с правых пляжей. Ну и дойдем до центрального. Я думаю, что так будет даже гораздо интереснее. Сейчас вижу, что некоторые магазинчики работают. Это важно. Так идет влагоустройство. Укладывают ливневую систему. Тут с правой стороны светофор открылся. Далее магнит и фикс прайс имеются. То есть в принципе инфраструктура подтягивается. И поселок уже назвать каким-то станицей, да, Голубицкой, если правильно говорить, уже безлюдным нельзя. Потому что все больше людей здесь покупают землю, переезжают поближе к морю. Там Балберис огроменнейший. Все работает. Все больше гостиниц появляется. Они уже многие работали раньше. Видите, и новые здания тоже имеются. Планируются участки. И строительство, как говорится, захлестывает эти места. Потому что все больше популярнее становится отдых на Азовском море. Он здесь считается более бюджетным. Да, и море в принципе прогревается раньше. С правой стороны здесь развлекательные учреждения. Также в принципе вся инфраструктура для ваших детей в Голубицкой присутствует. Они мы с вами более плотно поговорим уже после пляжика. Вот еще одна пятерочка. Здесь уже ближе к порохной зоне. Здесь влево идет улица вдоль Береговой линии и вдоль баз отдыха. Мы к ней вернемся. Сейчас сначала прокатимся в правую сторону. Чтобы любители Голубицкой могли увидеть разтаки, какие есть изменения. И что их ждет в этом сезоне курортом 2024 года. Если вы уже отдыхали здесь, то обязательно пишите, где, сколько это стоило. Понравилось вам или нет. Какие минусы обнаружили и какие плюсы. Почему выбираете, собственно, Голубицкой. Здесь, смотрю, брали торговые павильончики, а где-то новые строятся. Сейчас курортная инфраструктура не работает. И многолюдности тоже здесь не пахнет. Хотелось бы, чтобы постоянно это место, как говорится, кипело. Но оно, как любой небольшой курортный городок, имеет большую активность именно в летний период. На зиму же все закрывается. Как видите, везде магазинчики на ролл ставни закрыты. Также, где мы проезжаем, здесь очень много разнообразных проходов, подходов к морю. И можно отдыхать в базах отдыха и ходить уже туда. Тут прям через эти базы, тут рынок был. И через рынок видно уже даже морюшко. Раньше именно правая часть была не настолько развита, как левая. Левая считалась центральный пляж, плюс основной поселок находился там. Постепенно же застройка здесь всяких гаражных кооперативов привела к тому, что людей здесь стало отдыхать даже больше, чем с той стороны. Я помню, когда показывал с Николаем участки, которые продавались туда дальше, и люди смеялись. Типа, да кому это надо? Зачем это надо? Вот, кстати, вот на этот пляж мы с вами тоже зайдем. Мне нравится, как оно оформлено все. Но это уже после первого пляжа, который посмотрим с вами. И в дальнейшем, буквально через год приехав туда, увидели, что все это застроено. Как бы подписчики на теле, да, конечно, развитие идет бешенными темпами. Я в том районе снимал дома под ключ. Там люди покупали прям много участков, строили домики с бассейнами и сдают их в межсезонье. Это видео можете посмотреть по ссылочке в описании. Я попробую собрать максимальную информацию именно для вас. Проезжаем очередные большие базы отдыха с левой, с правой стороны. Вот такие разнообразные домики под ключ. То есть, чем, собственно, и славятся эти места. То, что можно приехать, дом под ключ, и живете сами себе хозяева. Без каких-либо напрягов со стороны настоящих хозяев. Тоже видим, что перерабатывают базу отдыха. И везде-везде видим даже через крающик моря Азовского. Азовское море, оно, так как более мелководное, прогревается чуть раньше, чем черное. Ну, а также остывает раньше, чем в черном. Потому что, как раз таки, в своем мелководье вода отдает и принимает температуру гораздо быстрее. Сейчас плюс 14 температура воздуха. В Анапе, в принципе, точно такая. Единственное, чем, ну, как бы, не радует, это пасмурная погода. Все-таки под солнышком было лучше. Здесь вообще глобальная перестройка базы. Опорную стену залили. Это место вообще, честно, не узнал. А мы, в принципе, приехали уже туда, куда надо. Продомики, которые, я говорил, можно снять под ключ. Они, как раз таки, находятся вот в ту сторону. И раньше здесь было просто поле. Сейчас посмотрите, насколько все застроилось. И, можно сказать, был сзади нас дикий пляж. Паркуемся и идем уже смотреть на море. В данный момент времени здесь, к сожалению, ничего не кипит. Ну, вот реклама каркасных домов. То, что здесь и строят. Раньше приезжали, здесь было все в деревьях. Был автокемпинг. Это кемпинг. Сейчас же заборы появились. Там строят уже дома на берегу моря. И туда тоже идет глобальная застройка. Прям не верится, что буквально несколько лет и все настолько сильно поменялось. Отсюда вот магазины и проход на пляж. Сдаются торговые павильоны. Хотите развивать свой бизнес здесь, то, как говорится, почему бы и нет. В те времена, когда здесь отдыхали с палаткой, я думаю, канули в лето. Этот пляж довольно-таки популярный, потому что сюда приезжаешь, ставишь машинку и идешь себе на море отдыхать. Ну, и плюс теперь здесь очень много жилья сдается. Посмотрите, как выглядят эти пляжи. Шторма века они пережили. И каких-то особых разрушений мы с вами не видим. А сегодня нам зато не повезло с солнцем, но повезло с Азовским морем. Если бы сейчас была возможность подняться на квадрокоптере, вы бы увидели его во всей красе. Оно сегодня тихое, спокойное. Именно в этот момент времени самая прекрасная и красивая. Посмотрите, какая чистейшая водичка. Я думаю, многие кто отдыхали и помнят его только штормящим. А тут и вот так вот бывает, друзья мои. И песчаный берег. Здесь покрытие больше вот такая ракушечка, но песочек тоже встречается. Потому что в Азовском море очень много моллюсков и штормами их выкидывает на берег. Как вам красота, друзья? Здесь работает вот эта тень, такой типа бар. Отдых на нем ведется, корабли стоят. В общем, красота привлекательная и манящая именно сюда. И погода здесь предполагает сегодня хорошие променады. Чем мы и будем с вами заниматься. И здесь тоже перестроение идет базы отдыха. Посмотрите, как появляются каркасники на сваях. То есть это все по программе, которая дает возможность строить лэмбинги на побережье. И госсубсидии, раз так и покрывают часть расходов. Вот так вот это все теперь здесь активизировалось. Как я вам и говорил, мы заедем по пути на пляж. Тот самый такой проход благоустроенный. Называется, вот как здесь написано, 27-й поворот. Очень много зелени по сравнению с остальными местами. Сейчас, конечно, деревья еще без листьев. И это не выглядит именно так, как должно быть. Леток, когда сюда приезжаешь. Благодаря этим покучим ивам смотрится все очень красиво. Здесь есть и туалет с левой стороны. И разнообразные шашлычки, мангальные зоны, где можно посидеть, перекусить. Ну и до моря здесь, как видите, крайне близко. Мы уже с вами наблюдаем это место. Если вы отдыхали здесь, я жду вас в комментариях. Ну туалет летом платный, 20 рублей. За него просят, чтобы прийти и насладиться, как говорится, благами цивилизации. Медийные бары. 490 рублей, 700 грамм предлагают. Вот, если буду когда-нибудь заниматься едой, что-то где-то продавать, буду, наверное, мини готовить. Мне это очень нравится. О, посмотрите, какая красивая локация. То есть ты выходишь, и там впереди сердечко. И вид на море с этим сердечком просто фантастический. Есть освещение, есть видеонаблюдение за всеми этими элементами благоустройства. Так что можно приезжать отдыхать. Море здесь крайне близко. Так мы с вами смотрим еще один берег. Далее видим там и строения прям в море находящиеся. Их море потихонечку разрушает. Сдвигаемся в левую сторону по Азовскому морю. Оно тоже здесь прекрасное и прозрачное. Кто я, кстати, зашел, посмотрел, это не канализация, а обычная выгребная яма, собственно. Животных здесь не так уж и много. Но тоже есть, смотрите, чипированный песик. Облизывается красивый такой. Смотрите, как поклонился такой. Красавчик. И можно отдыхать дальше. Для ориентирования вашего на местности улица эта называется Курортная. Дальше за аттракционными она станет набережной, которая приведет нас на центральный пляж уже Голубицкой. По этой дороге мы заезжали. И сюда поворачиваем направо. Двигаемся вдоль остальных курортных, так сказать, произведений человеческих. Не знаю, как их по-другому назвать, эти все старайчики. Здесь, кстати, с левой стороны очень вкусные чебуреки мы ели. В прошлом году, когда сезон начинался, нам понравилось. Как будет в этом еще точно сказать вам не могу. С левой стороны, как я говорил, вам покажу парк аттракционов. Здесь также есть и дельфинарий у них свой. Ну и все нужные детям аттракциончики также присутствуют. Сейчас все закрыто на этот межсезонный период. Но в скором времени начнется тут тоже подготовка к сезону. В общем-то, как сейчас где-то что-то работает. То есть автодромы, колесообозрения, разнообразные качели. Все и есть. Единственное отсутствует нормальное дорожное покрытие. Таких вот проходов к морю, как вот здесь, их великое множество. Между базами в некоторых местах, как это базы длинные через базы, пропускают. И также в летний период работает пятерочка. Посмотрим, может она и сейчас страцинирует. Так вот, форсируем лужи. Радует меня моя машина, что не приходится задумываться о дорожном покрытии. На любых пузыльтерочках здесь было бы, конечно, проблематично. Далее сделали прогулочную зону. Пятерка сейчас не работает, как я и подумал. Ух ты, по тротуару бежать, значит, этого делать не хочется. Вроде бы нормально. В общем, сделали прогулочную зону. Довольно-таки большая. Единственное, чего для меня лично не хватает здесь, так это побольше бы озеленения. Здесь кинологи работают с собаками, тренируются. Людей нету, собственно, как говорится, почему бы и нет. Ну и с правой стороны у нас базы отдыха. С левой стороны частный сектор. В этом месте находится столовая, которая мне один раз прям не понравилась. Сделал на нее обзорчик. Но многие говорят, что вкусно, хорошо. Как говорится, всем приятного аппетита, кто там ест. И от нее направо есть проход к морю. Я думаю, что мы на него давайте тоже пройдем и посмотрим, как сейчас выглядит это место. Столовая называется Крабсбургер. И мы в ней ели. Смотрите обзор на канале. Туда тоже много разных элементов логое устройства для торговли. Здесь мы можем увидеть, что сделали деревянный настил. Прямо до самого моря. С правой стороны огородили все забор. Раньше этого забора не было, так сказать, более просторно здесь было. А с левой стороны, как база отдыха. И вот домики разнообразные, как лица лепила из того, чтобы было здесь стоять. А вот эта столовая перед самым пляжем на работу тоже в сезон. Очень вкусно. В мере, сколько раз здесь кушали, нам очень нравилось. Могу советовать. С правой стороны находится пляж Олмар. Я думаю, что это место можно так и называть. Здесь есть и мороженое летом на продажу. Также вышка обычно спереди стоит. Сейчас, конечно, пляж выглядит заброшенным, непритязательным. Посмотрите, какие очень интересные у них тенты натянуты. Поэтому в сезон здесь выглядит все гораздо более приятно. Видим, какие-то разрушения были, наверное, после штаба. И опять-таки, видите, территории баз уходят в море. Просто по кадастрам у них территории гораздо дальше огорожны. Но море двигает свои границы, к большому сожалению. И отсюда вот такой вот вид на пляжные территории. И от этой столовой мы продолжаем наше движение. Ничего особо не меняется. С правой стороны база отдыха, с левой стороны частные гостиницы. Здесь они становятся больше, потому что приближаемся к центральному пляжу. Дорожное покрытие, как я говорил, оставляет желать лучшего. Ну и магазинчики тоже. Перед пляжем я вам их показал издалека. Все их можно рассмотреть. Ничего не работает в прибрежных зонах, так как, в принципе, спроса на это нет. Ну и здесь улица Курокная соединяется с улицей Набережной. Очень внимательными будьте, когда будете передвигаться по Голубицке. Можно вот так случайно на Кирпичное ехать. Я когда-то в юности попал. Привел сюда людей, развернулся, поехал обратно. Кирпичный увидел, меня встретили. Ну все хорошо, как говорится, было. И здесь наконец-то появился асфальт. Тут застройка гораздо больше. Базы такие пожирнее с правой стороны. Раньше и заборчиков было поменьше. Помню, как мы сюда приезжали. С Ярославом воровали, по-моему, вишню, что ли, на деревьях Рослав. Сейчас, ну я думаю, тоже можно еще фруктовые деревья найти. Это чем мне и нравится такой вот отдых в станицах. Тем, что на улицах гораздо больше фруктовых деревьев произрастает. Машин, как и людей, не так уж и много. Встречаются одиночные, так сказать, прогуливающие. Либо едущие на велосипедах будут мужчины. А в основном, как бы, густо там. Ну, посмотреть, я думаю, стоит на все эти места. Как они выглядят в миссисонье. Особенно те, кто любит отдыхать здесь, я думаю, сгрустнут. Как им не хватает отдыха именно здесь. Потому что можно долго спорить, какое море лучше, где отдыхать лучше. Но я уже привык к тому, что каждый человек выбирает свой собственный берег. И когда он его полюбил, ему уже другое, в принципе, не нужно. Есть, конечно, те, кто всю жизнь ищут новых впечатлений, как говорится. Кусают сами себя за хвост. Но в основном люди любят приезжать в одни и те же места, чтобы чувствовать себя и на отдыхе, как дома. Если вы такой человек, ставьте близких в комментариях. Будет интересно посмотреть, сколько вас. Здесь территории тоже поменялись. Произошла застройка. Хотя раньше на этом. Ух ты, какие ямы. Даже на моей машине не тяжело было. Просто зеленая зона. Но кто-то продал участки, построили дом. Такая красота, сердечко. Я тебя люблю. Можно радоваться тех людей, кто испытывает такие великолепные эмоции. Дай бог нам всем любви и мира. Это было бы вообще шикарно. Но мы все ближе к центральной части Голубицкой. И, кстати, вот интересно, почему именно это место стало центральным пляжем. На самом деле все просто. Голубицкая находилась больше именно в эту сторону. Какие-то квалиатнички. Так как поселочек сам расположен. Там вот на холмах был. С левой стороны все ходили именно сюда. Поэтому эта территория так и выделилась. С правой стороны проезжаем территорию рыночка. Через которую тоже можно пройти на пляж. Здесь, как я делаю, ферма с левой стороны. Столовая вот эта там. Которую я тоже как-то раз дегустировал. Я, кстати, как-то ни разу не сходил на крокодиловую ферму. Если вы там были, напишите ваши отзывы. Также вот такие вот большущие гостиницы. Есть развлечения в виде дома вверх дном. Перевернули, вы видите, никто обратно не возвращает. Ну и разные заведения. Здесь находятся как раз-таки кафешки, развлекаловки, в которые народ стягивается. Раньше было это место, говорят, сверхпопулярным. Сейчас уже не настолько. Вот был за этой машинкой ехать. Вот такие дороги, которые нам очень дороги. Вот эти вот парк обезьян, кстати, я не видел раньше. Дом енота. Столовая Малибу. И вот в этих местах, от заката до рассвета, говорят, раньше музыка звучала. И людей очень много танцевало. Далее столовая. Баннер у них порвался. И тут находится кафе и кофейня, в котором можно употребить горячие напитки. Ну и здравствуй сам центральный пляж из станицы Голубицкой. Лето-кафе не работает. У него название говорит о том, что оно чисто летнее. В левую сторону находится озеро с грязью. Оно более теплое и проливается быстрее. Там тоже люди купаются. Мы на обратном пути его посмотрим. Заходим на пляж. Здесь, конечно, сейчас все выглядит не так симпатично, как и в летний период. Лежаки, кстати, стоят здесь дешевле. Рублей на 100 на 200, чем у нас на пляжах. Собственно, чем и привлекают эти места. Причем, если взять под тенью, вот этим навесом он будет подороже, чем просто вытащить лежак себе на песочек. Тут работают фудкор, на которых можно поесть местные блюда. Сейчас, как видите, ничего не работают. И чуть-чуть замусорен. В большом сожалению, пляж. Но обычно здесь чистота и порядок. Думаю, нам не повезло просто увидеть его именно в таком виде. Кто-то приезжал, накидал, а собаки растащили все это. Тут присутствуют люди вот с левой стороны, с правой стороны. В общем, гуляют, дышат морским воздухом, наслаждаются этим местом в полной мере. Дай бог, ведь нам всем такие возможности, чтобы бывать почаще. И это видеть все своими глазами. Ну и опять, здравствуй, морешко Азовское. Отсюда мы можем увидеть все пляжи, по которым мы ходили и которые мы прорежали. Жаль, но, к сожалению, пробраться дальше не получится. Но вот это здание сейчас стало немножко дальше от моря, чем было ранее до этого. Приходим на пляж с левой стороны. Тоже очень много разнообразных ларечков, которых продают от одежды до еды. И причем еда здесь разнообразная. Можно выбирать под твой вкус. Пишите, если что-то здесь ели, в каком из них вам было очень понравилось. Чтобы ощутить силу шторма, вы можете увидеть, какие бревна и как далеко от берега выкидывает море. Представляете, какая мощь. Вот то самое грязевое озеро. К нему мы еще подойдем. Там, кстати, стало очень много воды. Сейчас двигаемся туда чуть подальше. Показать вам еще кемпинг, как выглядит в этом месте. Походу, сделал глупость, ребята, залез на вышку. Хотел вам показать, как с квадрокоптера эти места. Но эта вышка так качается, что, возможно, она сейчас упадет. Будем надеяться, что мне повезет. Надеюсь, кадры этого стоили. Пишите об этом в комментариях. Только посмотрите, какая прозрачная вода. Сколько камушков видно в море. Но здесь шок-контент. Посмотрите, как близко подошло море. Кто бывал на этих пляжах, вы должны помнить, насколько далеко это место находилось от берега. То есть метров, наверное, 30 ушло. При этом и брусер разрушило. Собственно, это строение уже под угрозой. Отсюда запускались ребята с парашютом. И потом роняли людей в море. Но это именно такая посадка. У них ничего страшного. Но вот это просто жуть, конечно. Я не ожидал, что настолько берег здесь ушел. Если с той стороны стал чуть-чуть дальше от домика, то здесь, наоборот, на рексеело. Полностью размыло этот брусер, который сохранял территорию кемпинга от моря. Видим, что вода сюда выходила. И переполнял озеро, потому что появилась глина на песочке. Обычно это вся территория песчаная. Здесь есть разнообразные беседки, в которых можно отдыхать. Ценник в этом году, потом подскажем. Причем там вообще вода даже стоит. Да, территория, друзья, конечно, видоизменилась. Но море само устанавливает правила. Говорит, что людям не надейтесь на то, что вы сможете мне противостоять. Больше всего мне, конечно, жалко в этой ситуации деревья. Потому что они погибают. Это печально. В конце центрального пляжа находится территория базы отдыха, которую я снимал. Показывал, что ее можно прикупить. Сейчас здесь мы видим, что подошло очень близко тоже море. Прямо до брусера, с которого я вам ее и показывал. Ну а дальше прям в море стоят дома. Вот такая вот обстановочка, друзья. Ну и территория этой базы, которую я показывал сейчас, выглядит вот так. Здесь, я так понимаю, люди собираются все-таки бороться с морем. И делают такие вот насыпи в море, чтобы берег течениями не размывало. Здесь, конечно, уже прям все здание той базы, которая дальше находится, стоит на воде, еще на сваях. Но у нас есть возможность теперь выйти даже немножко в море на этом бруссере и посмотреть, как выглядит море более глубокое в его части. Какое же оно сегодня просто невероятно прозрачное. Прямо маленькое, окунись. Но холодное, опять градусов, конечно, это да. Не захочешь туда залазить. И вид на все пляжи, которые мы только что прошли. Буквально еще в прошлом году можно было там вот по краешку обойти это строение. А теперь оно полностью находится в море. Представляете, как близко оно подошло. Просто настоящая жесть. Такая прозрачная вода в таких загрязненных местах дает возможность посмотреть, какие люди свиньи. Смотрите, бутылки, банки. Что здесь только не лежит. Такое ощущение, как будто в этом месте свалка была. Такие вот еще беседки вдоль этого бруссера. Вышел на территорию как раз-таки этого кемпинга. И дойдем до озера, там где все принимают резевые ванны. А с некоторых беседок теперь открывается невероятный вид на море. Это не скамейка, это стол. Это насколько сюда занесло песок и засыпало эти беседки. Здесь все выли. Я так понимаю, что уровень озера поднимался выше. И как раз-таки топило эти места. Если там относительно сухо, то здесь называется приплыли. Просто невероятно сколько воды. Здесь стоит и вот этот стаканчик от кваса, лимонада. Прям дополняет картину. Все безысходности борьбы человека с морем, оно все равно побеждает. Ну а здесь мои слова подтверждаются. И можно увидеть, что озеро очень сильно наполнилось водой. Даже вот эта вся территория, в которой стояла беседка, она сейчас затоплена. То есть воды здесь очень много. Ну, будем надеяться, к лету она уйдет. Потому что уровень сейчас, видно, по вот этим вот наносам потихонечку спадает. Довольно-таки часто, наверное, такая ситуация здесь бывает. Летом, как я и говорил, здесь люди заходят поглубже, мажутся грязью, работает прокат катамаранчиков. И также купаются большим удовольствием. Так как Азовское море бывает часто штормит, а здесь всегда практически штиль. Стоит ли купаться в этом водоеме, мазаться грязью, выбирает каждый сам. Здесь с левой стороны привозят вулканическую грязь. Я думаю, что там гораздо более полезнее будет принять грязевые ванны. Но я вам сегодня покажу секретный бесплатный вулкан, в котором в прошлом году мы купались с москвичами. Надо отметить, что на центральном пляже есть и туалет. А он-таки хороший. То есть канализация он или суррибной ямы на берегу этого озера, я не знаю. Все, покидаем Голубицкую, двигаемся дальше по побережью Азовского моря. Здесь частный сектор, узкие улочки, их тут много. Собственно, благодаря чему это является центральным пляжем. Так людей здесь живет больше, чем в начале, где мы были. Там территория только-только застраивается. А это основная часть станицы. Отсюда до пересипи 14 километров, 15 минут в пути. Показывается сейчас навигатор. Через саму Голубицкую проходит дорога. И здесь вы можете видеть благоустройство, тротуары. Мы поднялись дальше от Приморской зоны. Здесь уже такой прям частный-частный сектор. Но также во многих дворах сдается жилье. И зато здесь расположены гораздо больше магазинчиков разнообразных. Это амбулатория станицы Голубицкой. Здесь и пятерочка есть, которая сейчас работает. Кофе в ней даже продают. И разнообразные другие магазины, так сказать, центр. С левой стороны находится храм. То есть, в принципе, можно прийти и здесь погулять, наверное. Если вам это будет интересно. А так вот выглядит школа станицы. Очень даже красивая. Стоит отметить, что основная трасса не проходит через Голубицкую. Здесь есть объездная, чтобы сюда не заезжать. Это тоже большой плюс. Так как сейчас летать на квадрокоптере нельзя. Показывать сверху хочется. Приходится изыскивать вот такие вот места для красивых видов с возвышенности. Отсюда центральный пляж и с левой стороны базы отдых открываются в полном объеме. Так он, такой вид. Мне, по крайней мере, очень нравится. Смотрится завораживающе. Голубицкое приятное место для вашего отдыха. Без проблем, к сожалению, тоже не обходится. Сзади меня находится полигон ТКО. Это между Темриком и самой Голубицкой. Самая большая проблема, что с правой стороны идет выбор грунта. И там стоит вода. То есть работают землоснаряды и набирают песок. И все отходы с этого полигона стекают именно в грунтовые воды и заражают их. Это на самом деле очень большая проблема. А также эта свалка бывает часто горит. И ее не закрывают. От нее вот здесь мусор и дорога вся грязная, мягко так сказать. Вот такая вот печальная ситуация. Будем надеяться, что когда-либо этот момент тоже решится. С первой стороны проезжаем виноградники и вид на лиман. Здесь он тоже прекрасен. С правой стороны здесь идет глобальная застройка всего побережья. Сколько новых таунхаусов строится. Это говорит о том, что сюда очень много людей переезжает для того, чтобы провести здесь уже свою жизнь до конца. Здесь Вилла Романов находится. Тоже там благоустроивают ее. Какие интересные места. С левой стороны проезжаем Голубицкое эстейт. Экскурсии, регустации, магазин здесь есть. Мы как-то раз там были. Снимал для вас. И посмотрите, какой вид открывается впереди. Здесь он просто фантастика. Тут надо показывать вот так вот потихонечку. Это гики, так называемые пляжи. Чистейшее море. Правда, подходить к краешку здесь довольно-таки опасно. Посмотрите, как отваливается берег. Потом окажешься там. Если так хорошо упадет, то если дальше посыпется. И как раз таки вид уже туда на перец. Сейчас чуть дальше проедем. Я покажу, где заезды на эти пляжи. Ну, манящее, фантастическое место, согласитесь. Спустились немножечко ниже. И здесь уже появляется заезд именно к пляжам. В летний период здесь собирают средства за то, что вы туда подъезжаете. Сейчас туда можно подъехать абсолютно бесплатно. Вот замусоренная территория, это, конечно, бич. Вообще тоже все. В салфетрах снизу валяется печально. А так вообще береговая линия чистая, прекрасная. Рыбаки. Вот здесь ставков своих. Вот рыбу. Здесь после спуска начинается еще не поселок, а именно место, где расположены тоже большие базы отдыха, в которых вы можете приезжать, отдыхать с палатками. Даже сейчас я вижу, что машины стоят. И это может быть просто рабочие, конечно. Но здесь их прям великое множество. Если вдруг вы на одной из них отдыхали, пишите об этом. Будет интересно узнать ваши отзывы. Здесь написано, что продажа апартаментов. И вот такой вот обрисованным дегестантским камнем замок мы проезжаем. Это тоже за ним дальше автокемпинги. Кемпингов превращаются уже в базу отдыха. Там, скажем, Дельта, Форвард, Дельфин. Вот он, знак Пересеп. Именно отсюда начинается поселочек. А это вот название Пересепская гырва находится здесь. Лиман соединяется с морем. Большие потоки воды. Летят в Азовское море. Вот сюда уже сам поселок с гостиницами. Опять, привлекательными местами для вашего отдыха. Ищите, какие места вам Пересепи нравятся больше. Будет интересно почитать вас. Нас же интересует именно береговая инфраструктура, цедральный пляж. Само Пересепской небольшой, но уютный поселочек. И здесь везде гостиницы. Даже вдоль трассы. К сожалению, объездной через него нет. Поэтому приходится проезжать непосредственно через сам поселок. Ну, тут есть и рынки, где можно прикупить продукты тупанские. Также и разные винные магазинчики. Потому что там они, в принципе, славятся своим вином. Если вы не пробовали, то обязательно сделайте это. Столовые на центральной улице. Коньячный дом. Все, что только может вам понадобиться. Сюда налево можем уехать в Арктирский поселок. Мы в нем снимали как-то раз участки на продажу от Николая. Ну, а нам надо добраться до пляжика самого. Так вот выглядит школа перед себе. Огромнейшая территория. Ну, и в левую сторону здесь тоже очень много новостроя. Дома частные, под сдачу. То есть целые микрорайоны застраиваются. Основной подъезд к морю. Здесь именно морской переулок. Хотя весь поселок вытянут вдоль моря. Поэтому, подъезжая в любом месте, вы попадете именно туда, куда вам надо. Поэтому не переживайте. Как вы видели, вся инфраструктура находится именно возле трассы. Ну, и также на побережье работают кафешки, на которые мы сейчас с вами подъезжаем. Тут кругом частный сектор и широченная береговая линия. Этим это место очень радует. В берегу моря ведет такая вот лесенка. Также в летний период она под тенью деревьев находится. И вот посмотрите, насколько здесь шире пляж, чем в тех местах, в которых мы были. Можно сказать, даже наши дюны здесь присутствуют. Потому что на песке растут растения. И это уже не барханы, а именно дюны. Песок здесь такой же, больше с ракушечкой. Ну, кварцевый тоже присутствует. В летнее время здесь идет благоустройство пляжа. Сейчас стоят мусорки по берегу. А именно, когда курортный сезон, то и шезлонги сдаются. И теперь вся инфраструктура, которая вам надо, здесь имеется. Мы эти пляжи видели с вами сверху, когда останавливались. Чуть поудаль. Сейчас можно разглядеть, как говорится, уже в приближении. Такой аромат деревни, костром, печкой пахнет. Все базы, видите, находятся повыше. Это большой плюс этого места, потому что их не подтапливает. Вышло солнце, и Азовское море раскрывается еще больше. Кстати, береговая линия здесь, видите, более такой пологий заход в море, чем мы были с вами в Голубийской. Там глубина начинается практически от самого берега. Видно, в принципе, берега стоит от костра. Вот такая вот красота поселка Пересеп. В ту сторону, там, видите, много баз разнообразных отдыха. Прям на берегу уже расположены. Ну, а здесь другая романтика в своем поселке. Я не хочу рекламировать лишний раз пятерочку, но очень хорошо, что вы сделали возможность купить кофе и свежую выпечку. Сейчас съел сосиску в тесте, пью кофеечек. Это великолепно. Вас хочу поблагодарить, мои дорогие, всех за то, что вы поддерживаете канал. Спасибо за ваши донаты. Благодаря им мы приехали сюда и можем выпить кофе с хорошим настроением. Поддержать канал можно по телефону, который вы видите на экране. От души, спасибо. Едем дальше. Следующий большой поселок Кучубуры, но до него ехать 20 километров 18 минут. Есть радостный момент, что все-таки вышло солнышко. И посмотрите, как изменилась картинка. Зеленые поля, температура воздуха стала плюс 16. Какова, красота, дорогие друзья. Сейчас проехали поселок за родину. Известен он тем, что здесь находится вулкан Тиздар. И также есть выход к Азовскому морю. Обзор на вулкан Тиздар можете посмотреть на канале. Я закину вам ссылочку в описании. С левой стороны поля, а с правой стороны на берегу Азовского моря идет тотальная застройка. Я еще работал геодезистом, и мы здесь разбивали участки. На этом поле. И вот, пожалуйста, итоги, как все позастраивалось уже сейчас. Еще один вид открылся на Лиман. Невероятно просто смотрится все это. Под солнышком, конечно. Совсем другие эмоции. Мне вот эта дорога всегда напоминает дорогу, которая идет в Крыму, в сторону Оленивки, на западном побережье. Прям, не знаю, какая-то вот такая же ощущение. Здесь едешь куда-то по полям и понимаешь, что едешь к морю. Стоит знак Фонталовская. И здесь поворот с трассы на Бучу-Гуры. До них нам еще доехать 6 километров. Это подчерклю, что они находятся в стороне от трассы. Голубая бухта. Это винзавод так называется. С левой стороны имеются виноградники. С правой стороны здесь персиковые сады. Высажены деревья. И многие уже дают плоды. GPS замер. Это говорит о том, что работают средства РФ. Прикрытие этих мест. Связано это с тем, что недалеко уже находится Крымский мост. У меня вообще ни GPS, ничего не ловит. Так же самое практически по всей территории Крыма. Проехал там с GPS-ом прям очень тяжело. Путь Чугуры. Добро пожаловать. Ну и въезжаем в сам поселок Кучу-Гуры. Под солнышком. Как приятно, ребята, для вас снимать эту картинку. Чтобы вы увидели, как здесь все выглядит. Здесь поворачиваюсь направо. Можно было заехать еще в ту сторону по прямой. Поехали. По навигатору. По идее, эта улица должна нас и привести на центральный пляж. Я, честно, давным-давно не был в Кучу-Гурах. И поэтому могу запетлять. Ну, тем интереснее у нас получится прогулочка. Здесь, видите, есть и многоэтажные школьники ходят по улицам. Тротуары имеются, лежачие полицейские. И в основном с левой, с правой стороны частный сектор. Причем такие старенькие дома еще советской постройки. Можно увидеть, о, бабушки на скамейке сидят. Вообще прям такое колоритище. Заезжаем в центральную часть. Раз-таки здесь пересечение еще с одной центральной улицы. И здесь уже, видимо, магазины и рыночки имеются. Даже сейчас здесь возле Магнита кипит жизнь. Поезжали люди на покупки. Несмотря на то, что в понедельник 2471 человек проживают на данный момент здесь. Голубицкая, возможно, больше. Еще одна скамеечка с бабушками, с дедушками. Ну, вроде бы мы все четко едем. Потому что я впереди уже узнаю вроде бы эти места. Надеюсь, я не ошибся. Торговые павильончики. Хочет количество. С правой стороны краски здесь рынок. Мы с вами ходили на него. Приезжали с ребятами с прямой трансляцией. Сейчас все опечатано. И не работает. Здесь есть напаковку. Можно поставить машину. И пойти дальше на прогулку. Ну, подъедем, наверное, поближе. Потому что это не единственное место, которое мы сегодня хотим посетить. Так-то здесь сейчас показывать особо нечего. Потому что ничего, где работает, все закрыто. Единственное, на пляж посмотреть можно. А потом поедем на вулкан. Я думаю, что показать вулкан, который можно посетить бесплатно, Конечно, он не благоусторонный, как тиздар. Но, тем не менее, это очень классно. Вот оно, море. Здравствуй. Сейчас поселок спит. Хотя на пляж люди приходят. Что-то даже фотографируют. Здесь вид на море можно поймать. А тут подписано, как смотровая площадка. Давайте сначала сверху взглянем на всю эту территорию. Слушайте, оригинальная рамочка. Там сердечко. Классно, да? Такой портрет моря. Можно прийти и сделать вид на море. Отсюда лавочка, мусорка. Ну и сами пляжики. Ибо средства в кучу горы. Береговая линия довольно-таки узкая. Причем ниже спустимся, покажу. Там шторму съела ее. К морю ведет такая лесенка с возможностью отдохнуть. Даже досточки сделаны, чтобы это было в тени. Дальше здесь по склонам реализована сетка. Рабится, чтобы они не сползали на эти лесенки. Потому что песок подмывается. Песчаная, конечно, поверхность легко ползет вниз. Ну и здравствуй сам центральный пляж. Тут он, кстати, с освещением. Таким реализован. Тоже, в принципе, прикольно. С левой стороны спасательная будка. Мусорки. Есть возможность здесь переодеться. И береговая линия. Как я вам и сказал, я сразу разглядел, что ее подмыло. Можете увидеть, как сняло пляж. Здесь как бы не хотелось. Но, к большому сожалению, шторма разрушает эти территории. Там стоят нивы. Они подвозят лодки рыбацкие, которые идут в море за рыбкой. И поглядите, как меняется. О, я в лужу в лес. Здесь цвет моря, благодаря тому, что на него начинает попадать солнышко. И вот эта береговая линия идет туда дальше. Очень далеко. Там еще есть спуски к морю. Мы к ним тоже подъедем. Я вам покажу. Там есть возможности с палаточками стоять. И до самого вулкана с полезной вулканической грязью можно дойти. Это в обратную сторону берега. Ну, собственно, все симпатично, красиво и привлекательно. Если вы отдыхали в Кучегурах, пишите обязательно, как вам здесь понравилось или нет. Жалко, конечно, что не работают сейчас вообще никакие курортные заведения, магазины, рынки. Было бы интересно зайти. Но, как только будет начинаться сезон, мы приедем сюда еще. Договориться от души. Но самое главное, уютно, чистенько. Смотрите, на вулкан мы едем. Первый поворот направо. Сам по себе поселок очень большой. Здесь есть абсолютно все. И школы, поликлиники, и разнообразные базы отдыхов. Решила прокатиться до того места. Потому что там только уже известная довольно-таки. Вот она, рыночная парковка. С левой стороны, вдоль моря, частный сектор. И здесь даже новая застройка. Это гостиница, наверное, все-таки. Не думаю, что ЖК кто-то строит в Кучегурах. Это все может быть. Спорт-холл, пожалуйста, ребята. Майами гостиничный комплекс называется. У них тут свой выход к морю. Это краски, где Нивы стояли, которые привезли лодки. Я здесь все проходил пешком, с прямыми эфирами. Показывал, как говорится, все те места, которые вы любите. Сейчас у нас в таком более быстром режиме есть возможность все посмотреть. Вот еще один проход на море. Даже такая надпись стоит. Вообще молодцы, что так указывают. Но мы приедем еще немножко дальше, чтобы посмотреть. Говорится, поселочек более полно. Я хотел показать вот этот парк аттракционов. Там написано, что и картинги есть. Но, походу, территория сейчас закрыта. Почему, к сожалению, туда не пройти? Ну, в принципе, как говорится, и манить туда некого. Поэтому, наверное, так все и выглядит. Ну, жалко, это санаторий «Искра» впереди. Значит, не судьба. Едем туда на вулкан. От рынка по Приморской улице мы едем туда дальше. Тут по прямой, мимо гостиниц, мимо разных частных домов. То есть, в принципе, территория здесь похожая. И, ну, я думаю, что не стоит так особо показывать. То есть, частный сектор обычно со встречающимися изредка либо большими домами новыми, либо гостиничными комплексами. До конца поселочка здесь будет асфальт. Это улица Бергарина. Хочется сказать, что каждая улица заканчивается именно видом, либо спуском к морю. К концу поселка начинаются уже новые гостиничные комплексы, которые уже строятся, так сказать, современные. Место востребованное. Еще, говорю, далеко от трассы находится. Вокруг зелень, экология на высшем уровне. Поэтому здесь все развивается. Ну, а дальше грунтовая дорога начинается. Надеюсь, мы сможем сегодня доехать до вулкана, потому что я слышал, там часть дороги обвалилась. Последняя гостиница. Дальше немножко поля идут. Но впереди будет еще один комплекс, вот у которого есть красивая смотровая. Улица эта все так же называется Приморская. Возле последней гостиницы здесь есть смотровая площадка и спуск еще к морю. То есть их здесь довольно-таки много. Практически от каждого места, как я искал в своем поселке. И посмотрите, какие здесь виды. То есть внизу пляж и пляж, и пляж, и пляж, и пляж. Тут также открывается невероятный вид на всем побережье Кучугор. Мы были с вами на центральном пляже. Вдоль поселка проехали. И можем обратить внимание, насколько большущее Азовское море и побережье. То есть мы проехали 18 километров от пересепи. Представляете, где-то он там находится, за горой. Вот такая красота, друзья. Ну, еще чуть-чуть до вулкана доберемся. Тут далее глэмпинги строят, друзья. Наверное, та же самая программа. Потому что тут много появляется по берегу моря. Дорога здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Плюс то, что она еще обваливается. Будьте аккуратны. Говорится, в дождик сюда лучше, наверное, не ехать. Камера просто не дает показать. Но еду под большим углом. Борис, даже перевернуться. Ну, а здесь, говорится, на легковой будет очень сложно это форсировать. Поэтому, кредо, я надеюсь, что подровняет грейдер. И сейчас, конечно же, обрыв. Блин, я же заикался начал с правой стороны. Но я надеюсь, что у нас получится добраться. Слушайте, вот это тоже прикол. Просто как квартира делают. Так же привезли. Такие вот же конструкции. Устанавливают их, как домики. А что, тоже такой выход интересный. Ох, ух, ух, 60 плюс разогнался. И получается, дорога чуть получше пошла. Ну и мы уже, в принципе, добираемся до того места, которое и вулканом зовется. Набирайте в аккаунт плевака, блевака. Их тут, в принципе, много. Я, наверное, координаты вам на экране сейчас покажу, чтобы вам было проще ориентироваться. Вот кто-то здесь оставляет машины, потому что потом могут не подняться. Хотя, в принципе, я видел туда легковые спускаются. Как-то все хорошо. Можно за это особо не переживать. Но после дождя, если не дай бог пойдет, то это будут огромнейшие просто проблемы даже для полного привода. Видим, парочка прогуливается. Тут был, походу, недавно дождь. Он подмыл как раз-таки дорогу, эти ручьи текли и поразъедали эти места. Ну, будьте аккуратны, как говорится. Тут все в ваших руках, чтобы было вам полегче. Мы же надеемся, что не придется здесь ночевать. Вот он, грязюка. Сейчас попробуем как-то им застрять. Сажусь прямо на днищие местами. Но машина проходит. Это хорошо. Фух. Фух. Так, еще чуть-чуть, еще немного. И мы добираемся до места, на которое можно припарковаться. Тут еще можно ниже спуститься. В прошлый раз мы машину ставили здесь. Когда с ребятами приезжали. С вами же попробуем туда еще поближе доехать. Чтобы точно разведать. Тоже, видите, кто-то после дождя заезжал. Потом, походу, искали, тянули. Мужчина. Может, я, конечно, делаю самую большую ошибку в своей жизни. Но ничего. Поживу чуть-чуть возле вулкана. Здесь в ближайшие дни дождя не ожидается. В примере очень сильно. Ну, если что, будем искать какие-то варианты, вытащить. Ну, и, собственно, здесь находится еще одна парковочная зона, на которой можно припарковаться как можно ближе. Как говорится. И отсюда начинается сам сброска. Наши прошлые приключения и мое личное купание вот в этом джерле вулкана смотрите по ссылке в описании. Слушайте, сколько материал сразу же можно вам переглядеть. Потому что это все интересно. И объединить, говорится, в один бы все это ролик. Ну, полистайте, поглядите. Будет классно. Не забывайте, что это все грязь. И если, не дай бог, вы в дождь сюда заедете, то это будет прям грустно и печально. Эх. Что все под ногами ходит. Ну, надеюсь, я не упаду. Ребята, вы только посмотрите. Кто был здесь раньше, я думаю, такого не видел. По ходу вулкана было недавно большое извержение. Можете обратить внимание. Во-первых, все жерло заполнено грязью. Во-вторых, вот она вся текла. Вот это да. Вот бы попасть вживую, посмотреть на это. Какова красота. Вот оно все свежее, ребят. Вот стекало. То есть следов еще нету, чтобы там кто-то ходил. То есть она жидкая грязь. Набирай, не хочу. И потом лечись в полной мере. Фантастика. Ух, только бы туда сейчас не упасть. И он булькает. Вот от него даже какое-то тепло исходит. Вот прохладно так по кругу. Ну, относительно плюс 16. Я сейчас напишу, что в Москве у нас там плюс-минус 18. Ты говоришь, у вас тут такая температура, у тебя холодно. То есть там, ну, мой рост практически, грязь не было. Посмотрите предыдущее видео. И здесь сейчас вот такая вот тема. И свеженькая грязь в сторону моря. Прям такой классно тек. Круто-круто-круто. Кстати, этот тромертист, по-моему, тоже никто. Особо сейчас и не лазит. Ну, холодно. Так ты летом сюда приезжаешь, купаешься в грязи. Потом ты лезешь в море. Но я вам могу посоветовать момент такой, ребятки. Берите с собой коралки. Потому что в море там острые камни. И приезжая на вулкан, вы можете единственное, в чем опломаться, что он будет потом неудобно там обмываться. Имели полное представление обо всем, что здесь происходит. Вау! Это же реально настоящий грязевой вулкан. Бесплатный. Я прям весело переплывал, поэтому бояться не стоит. Приезжайте, наслаждайтесь. Круто. Вот они, грязевые потоки. Как они неслись туда, в сторону моря. Круто. Так, кстати, люди приехали тоже посмотреть на вулканчик поближе. Потому что действительно это чудо природное. И у нас они в большом количестве есть. Где-то видео на просторах интернета, как взрывался вулкан непосредственно в море. Вылетали столпы грязи. Мы также видели с вами, как рядом с Анапой вулкан тоже у нас извергался. Можете у меня посмотреть. Берите его в поиске извержения вулкана. Вот здесь мы после уже извержения приехали. Это тоже круто. И даже сейчас можно увидеть, как стекает из него вода, которая выходит из недр. Вот такие вот красивые. Делают, смотрите, здесь бац. Входит, тут выходит, туда на остановку и уйдешь. Это все слой грязюки. А ее потом продают за большие деньги. Вот оно все здесь лежит, как говорится, нетронутое. Очень круто. Вот сюда. Дальше люди идут и спускаются уже к морю. Не знаю, получится ли тут пройти. Буду где-то проваливаться, но попробуем давайте. Тут главное, как говорится, не растянуться и грязь всасывает. Поэтому надо идти аккуратно. Ну, как говорится, у нас есть проводник. Вот тут уже становится прям по суше, прям получше. А нет, оговорился. Вот смотрите, кто-то прыгал. Люди проваливались. О, еще один вулкан. Круто. Смотрите, здесь еще одно. Жерло появилось. И уж не было в прошлом году. Или раньше был. Осенью я приезжал, уже было маленький, такой сухой. Маленький-маленький. Вот это да. Сейчас уже прям чуть-чуть подробно. Новый вулкан образовался, еще ближе к морю. Круто. Это прям нереально круто наблюдать вживую рождение нового вулкана. Как красно. Еще и местные ребята встретились, которые рассказали, что совсем недавно он появился здесь. Ну вот, когда приезжали, его еще не было. Мужчина сказал, что где-то с сентября месяца начали тут ульки появляться. Представляете, да? Можно где угодно еще что-нибудь появиться. И потому что такой интибации проводился жировулкан. Не переживайте, горячь выталкивает. Там не должны остаться. Самое печальное, что со связью здесь проблемы, и у вас никто не спасет. Если что, будьте аккуратны. Вот так теперь это все выглядит снизу. Видите, как такое большое-большое жар вообще вулкана. Видите, как здесь два вулкана. Дальше от самого вулкана, по грязюке, по дорожке, мы пробиваемся именно Козовского моря. Помните, видно даже взвесь от грязи, которая отсюда берется. Потому что тысячи людей приезжают. Кто знает, это секретное место. Так, тут надо обходить по кустам, потому что чувствую, можно провалиться. И потом обмываются. Грязь там оседает потихонечку. И потом уже в самом море здесь, как говорится, главное, коралочки. Потому что очень много вот таких вот ракушек разных. Они лопаются, ломаются. И вам придется по ним ходить. Собственно, из-за этого режутся очень сильно ноги. Видите, как берег изменился, плюс камни. Если аккуратно подойти к этому действию, вот тут ходили прямо по берегу, его весь разнесло, то будет все хорошо. Если безрассудно залезть, то в основной коралки не спасут. Тут, видите, из-за грязи, краски моря мутновато. Вот таких вот тоже мидий много. Кстати, если кто-то пробовал их в Азовском море, напишите. Мне что-то не доверлось попробовать поесть. Надо будет как-нибудь. Очень много потоков в гор течет. Вот, видите, разнесло весь берег, и он осыпался в море. Все тропинки пытались выйти на мыс, чтобы показать вам дальше побережье. Вот все побаливались абсолютно. Надо топтать новое, что делать. Ладно, сейчас еще вроде бы змейки спят. У тебя тут весь берег вообще ползет. Ладно, вот такую расщелину никакую не наступить, которую не видно под кустами. Мы дошли чуть подальше. Здесь уже змей семей, вода прозрачная. Вот видно, кстати, ракушки, камушки и на берегу. Это, представьте, это не песок, это все ракушка. Такой экстремальный спуск. Буду снимать. Если сейчас уеду вместе с берегом, значит, туда мне и дорога довазился будет. Нет, вроде бы ползло. Спустился. Посмотрите, сколько ее копает, копает, это все ракушка. Вау! Да? Подназовское море, с той стороны, когда по генеральским пляжам едешь, там тоже таких очень много пляжей, где так много ракушки. Здесь тоже можете увидеть, как сползает берег, пытаюсь дойти до мыса дальнейшем. Сейчас у меня прям с трудом все получается. На берегу очень много вот таких сетей валяется. Мощей количество уже третью нахожу. Кое-как удалось преодолеть эту всю тему. Там видно, что, да, вся гора эта сползает постепенно в море. Здесь берег уже такой с мелким песком и крупной ракушкой. Но я очень хотел добраться именно до вот этого поворота. Вот эти камни тоже очень красиво смотрятся. Они мне чем-то вот в краске тоже напоминают те самые генеральские пляжи. Берег отсыпается, нет, нет, встречаются как раз-таки эти камни. Ну вот, смотрите, береговая линия. Очень интересно. Там дальше есть такие секретные пляжи, на которые можно прийти и встать с палаткой, и тебя никогда не найдешь. Но главное не попасть под оползни. Внутри тоже гора обрушилась. Дождей много. Воздействие моря, берега идут вниз. Места очень уединенные, очень интересные, красивые. Тут, в принципе, видите, и мидия есть, и гребешок морской. Ох, все-таки даже она была живая. Здесь там моллюски есть, но уже все, погибло. О, тут сейчас по-сухому не пройти. Надо опять лезть в море. Ну, в общем, вот этот вид я вам и хотел показать. Красота. Вот отсюда аж лезет вниз эта гора. Видно, что это когряется, и она просто стекает туда в море. А все это грязевой вулкан. Может, еще одно жерло появится. Вот сверху скалистые образования. Такие от них и несется туда вниз эта вся грязь. Ой, какова красота. Фантастика. Вот так вот. На вершине горы с видом на Азовское море. Надеюсь, что вам сегодняшнее путешествие понравилось. Насмотрелись, кайфанули, получили удовольствие. Но вдруг остались какие-то вопросы. Жду вас в комментариях. Пишите, я на все на них отвечу. Также подписывайтесь, делитесь этим видео сюжетом в своих соцсетях. Буду очень этому рад. С вами был Юрий Азаровский. Всем привет, черноморские. Хочу вам показать еще Анапский закат, а потом Азовское море. Долеваться от души. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok